Сегодня в передаче Очень часто мы ищем своего, не понимая, что когда мы погружаемся в Божье видение, именно в этом погружении, все наше исцеление, которое нам нужно, наше благословение, наше процветание, оно в Божьем видении. И часто мы откладываем Божье видение, думая, что мы должны думать о себе. Нет, когда ты перестаешь думать о себе и думаешь о том, о чем тебе говорит думать Бог, тогда начинается новая жизнь. Итак, дорогие друзья, а также дорогие телезрители, сегодня я хочу с вами кратко поделиться некоторыми мыслями о библейском колледже Гора Моисея. Вам интересны некоторые мысли об этом? Кому интересно вообще узнать кое-что? Это в самом деле очень интересно. Вы можете записать некоторые истины. Почему вам нельзя пропустить этот колледж? Почему вам нельзя пропустить этот колледж? Несколько мыслей. Знаете, эта мысль очень важна. Почему нельзя пропустить его? Первое. Потому что колледж каждый год это как десятина твоего времени. И очень часто вы не замечали такую вещь, что у тебя прошел год и год прошел в холостую. Вот скажите откровенно, было у кого-то так? Уровень не изменился, ничего не поменялось. И я вам скажу одну вещь, что когда ты обрезаешь десятину времени для Бога, и к примеру, ты пошел на колледж, что это значит? Ну я извиняюсь, ты мог этот месяц быть в отпуске, ты мог этот месяц отдохнуть, ты мог этот месяц сделать свои дела, но ты взял всем, пожертвовал, представь, что ты сделал. И ты поехал на колледж, ну да, пришел. И ты учился целый месяц на колледже, слушая Слово Божие. Что это значит для Бога? Ты отделил себя для Него, ты обрезал десятину. И если десятина обрезана, то 90% должны быть благословенные. Не слышу вашего аминь. А там, как вы думаете? Десятина времени. Когда она обрезается? Точно так, как десятина денег. Вы знаете, когда ко мне приходят финансы, я сразу десятину обрезаю. Я ни в коем случае не обрезаю ее после того, как я отдам какой-то долг или решу какой-то вопрос. Нет, сразу же. Почему? Потому что я знаю, что когда я обрезаю десятину в финансах, я как будто бы в духовном мире заявляю и демонстрирую, кто является моим спонсором. Я говорю, мой спонсор в этой жизни – Бог. И деньги приходят ко мне. Аминь. И это нормально. Это закон духовный. Точно так, когда я обрезаю десятину времени, я заявляю перед всем духовным миром, что распорядителем моей жизни является Бог. И знаете, что это значит? Это значит, что когда я мог бы попасть в какую-то проблему или беду, или еще где-то, то Бог является моей защитой. Так как я обрезаю десятину, Бог меня защищает. Вот у меня в жизни, к примеру, были ситуации. Вот представляете себе, меня один раз ограбили. И у меня был вопрос к Богу. Реальный вопрос. И я сказал, Бог, я не понимаю, что произошло. Меня ограбили на улице. Сняли шапку с меня, ударили меня по голове, так что ужас был. Я говорю, как такое может быть? Ведь я даю десятину. Мои деньги должны быть защищены. Все на это Аминь скажут. Имущество должно быть защищено. И Бог мне дал слово из Библии. Я вам могу его прочитать. А могу не прочитать. 24 глава, притч. 15-16 стих. Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, и не опустошай место покоя его, запятая. Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. И вы когда-нибудь слышали это местописание, когда говорят, упадет праведник семь раз и встанет? И всегда все думали, что речь идет о грехе. Так или нет? Что праведник, он семь раз там что-то вычудит и встанет. А читайте в контексте. Здесь говорится, не злоумышляй нечестивый против жилища праведника, и не опустошай место покоя его. Ибо, то есть семь раз упадет праведник. Здесь говорится о финансовом падении. И говорится, что если тебя ограбят семь раз, почему написано семь раз? Семь это полнота, правильно? То есть это значит до трусов. Понимаешь? Это когда у тебя уже ничего нет, тебя так ограбили. Ты туда пошел, тебя там обманули. Пошел туда, тебя там обманули. Пошел туда, и ты уже в одних труселях просто уже идешь. И Бог говорит, даже если так будет, то праведника Бог поднимет. Дай Богу славу. И я помню, когда со мной это случилось, когда эту шапку с меня сняли, в то время у меня нет денег, ничего не было. И Бог мне проговорил этим местом. Я сказал, Господи, мне даже интересно увидеть, как это будет. И представьте, мне через короткое время тогда подарили такую шапку. У меня даже фотографии до сих пор есть. Потому что она для меня была дорого, потому что я знал, что это проявление Божье. И я хочу тебе сказать, что в нашей жизни, когда мы обрезаем финансы, мы праведники. И с нами, что бы ни случилось, Бог нас поднимет заново. Дай Богу славу. Аллилуйя. И когда мы обрезаем свое время, представляешь, время это такая вещь интересная. Люди многие, они вот живут в жизни, и знаешь, с ними может случиться, что угодно. Инсульт, инфаркт, машина, катастрофа, там самолет упал, я не знаю, еще что-нибудь случилось. Но если ты обрезаешь свое время, знаешь, что будет? Вот именно тебя ангелы защитят. Потому что ты, если обрезаешь время, на тебе защита Божья. Эмэн. И поэтому ты будешь долго жить. И ты будешь здоровым и крепким. Ты меня слышишь или нет? Вот все там подошли, взялись и заразились там, Эболой какой-нибудь, понимаешь? Гепатитом, еще чем-нибудь. А вот ты представь себе, и рукой там взялся, и укол тебе грязной иголкой сделали, и еще что-нибудь сделали, а тебя никакая зараза не берет. Эмэн. Никакая. Ты представляешь себе или нет? Все там, знаете, вот есть перекрестки. Вы видели на дорогах? И там все машины бьются всегда. Вы не знаете этого? А что вы говорите? Я даже видел, бывало, как люди колдовали на перекрестках. Вот так ночью еду, часа три ночи, представь себе. Смотрю, женщина стоит там, шаманит. Серьезно говорю. Рассыпает там что-то. И там машины бьются и бьются. А вот представляешь, если ты десятину времени отрезаешь, я тебе скажу, ты прям только в то место попал, и благословение Божье излилось на тебя. И вот смотри, поэтому каждый год, каждый год, когда приходит колледж, тебе нельзя его пропустить. Потому что ты обрезаешь, ты делаешь это для себя. Ты делаешь это, откровенно говоря, для себя, чтобы твоя жизнь, она была счастливой и долгой. Потому что на самом деле, если взять в общем и по-настоящему, то ты же себя отделяешь для Бога в этот момент. И ты свой месяц обрезаешь для Него. Вот и все. И если твой месяц обрезан, ты строишь свою веру. У тебя есть что-то, что ты сделал. Понимаешь? Когда я даю десятину финансов, что у меня есть? У меня есть вера. Я прихожу к Богу с верой. И когда у меня нужда, знаете, вот у меня были нужды такие серьезные, когда нужно много денег для того, чтобы, ну для церкви. Я приходил и говорил, Бог, ты знаешь, что я всегда был тебе верен. Я никогда не нарушал этого закона. Я всегда делал так, чтобы ты был на первом месте. Я говорил, Бог, помоги мне. Мне нужен сейчас миллион долларов. Вау. И знаешь, если бы я где-то хоть раз взял десятину и себе в карман, понял? Ну потратил хоть раз. Скажи, мог бы я так молиться или нет? Нет. О чем ты говоришь? У меня бы не было веры. Потому что, если ты хоть раз, ты ломаешь свою веру. Дело не в деньгах. Ты веру ломаешь. Веру свою ломаешь. Но я стоял и говорил, Бог, когда мы турбазу покупали, у нас во вторник должна быть сделка. И нам сказали, если вы не придете с деньгами, мы эту турбазу, продаем другому человеку. Покупатель там есть какой-то. Все. Это было воскресенье. И я верил, что Бог даст деньги. Верил. И знаешь что? Я так благодарю Господа. Пришел человек, вот так ко мне, просто я сидел у себя в беседке там дома. Заходит человек. Просто, привет, привет. Ну такой, Божий человек, хороший очень. Пакет поставил. Говорит, Бог мне сказал дать миллион баксов тебе. Я говорю, ты правильно поступил. Но если бы я хоть раз украл, хоть гривну, понимаешь, не было бы у меня веры. Веру надо свою строить. Веру надо беречь. Многие люди поломали свою веру, потому что продались за чечевичную похлебку. Понимаете? Веру надо строить внутри себя. Тогда твоя жизнь, она откроется перед тобой. Вот этот великий божественный план, он откроется перед тобой через послушание. Когда тебе говорят, нужно идти на колледж, иди на колледж. Когда говорят, нужно разделиться по два и служить людям. Делай это. Потому что через это послушание и смирение ты платишь цену и ты созидаешь веру. Меня кто-то слышит или нет? Когда ты взял и нарушил, что ты сделал? Кому ты хуже сделал? Кому ты вред нанес? Ты себя разрушил изнутри. Ты дух свой повредил. Ты веру свою поломал. И потом, после этого, у тебя веры нет. И вот этот великий божественный план есть на каждого человека в этом зале и на каждого телезрителя. На каждого. Есть великий божественный план. Но чтобы он открылся, он откроется только. Запомните то, что я скажу. Пусть оно войдет сейчас в ваш дух. Поймите это. Божий план откроется только по мере вашей веры. Исполнится не то, что есть у Бога для тебя, а исполнится только то, что есть в твоем сердце. Это мера веры. И если твоя вера повреждена, если там ты десятины украл, там ты на колледж не пошел, там ты сегодня, а, не буду я ничего, никого спасать, не буду я в виде ни церкви в дверь. Дорогой мой, послушай, Бог, Он вместо тебя найдет другого, и Он будет его использовать. Амэн. Но ты останешься без веры и без своего великого будущего. Поймите, веру нужно строить. И это, вы слышите, это цена. И эта цена, это быть послушным, быть подчиненным Богу. Это быть подчиненным Богу. Вот когда ты берешь и ты выстраиваешь свою веру, Бог, ты хочешь этого? Да. Десятина. Окей, все, этот вопрос решен. Август месяц, я на колледже. Почему? Бог, ты мой Бог. И я хочу это продемонстрировать. И я буду целый месяц на колледже. Итак, десятина. Первая причина. Вторая причина. Это перепрошивка твоего подсознания. Что это значит? Вы знаете, что в нашем подсознании есть вышитые узоры боли и страданий из нашего детства, из нашей юности, из нашей молодости у кого-то. И вот если внутри ты пережил боль и она у тебя в подсознании, или кто-то тебе в детстве говорил, что ты глупый и оно вошло в тебя. Кто-то тебе в детстве говорил, что ты неудачник. Кто-то в юности тебе просто высказался в лицо и сказал, у тебя все будет плохо. И оно вошло в подсознание, как будто вышито там. И потом, когда вот оно в твоем подсознании, это как будто как слово, которое живет и которое реально дышит твоими обстоятельствами. Оно как будто питается тобой. Это как жизнь внутри тебя. Запомни, подсознание это дух. Вы меня все сейчас слышите то, что я говорю? И вот послушай, ты пытаешься изменить что-то в своей жизни и не можешь, потому что это уже четвертое измерение. и ты начинаешь бороться с невидимым врагом. Ты сражаешься 10 лет с тем, чтобы тебе выйти из нищеты. Ты сражаешься уже 15 лет с тем, чтобы у тебя была счастливая семейная жизнь. Ты сражаешься уже, может быть, 10 лет с тем, чтобы у тебя было здоровье. Послушай, когда ты приходишь на колледж гора Моисея, ты должен знать точно, ты приходишь не просто, чтобы там сидеть, а чтобы подставить себя под слово и посредством того, что там будет говориться, в твое подсознание войдет в твой дух Слово Божье, что ты благословенный, что ты помазанный, что ты успешный, что ты процветающий. И именно это придет в твою жизнь. Я вам скажу, в моей жизни, я всю жизнь свою я жил, я вырос в глубокой нищете. Знаете, мы жили, мама была, и она работала на заводе, а мы с сестрой были вдвоем, и денег все время не было. Дома, как многие из вас, мы жили, там печка, и там мама приходила, топила ее там углем, дровами, и мы жили очень тяжело. И у меня даже такого понимания не было, что можно вообще жить хорошо. И когда я к Богу пришел, я тоже не понимал этих вещей. Я продолжал жить в нищете. И только тогда, когда я понял, что можно изменить все внутри, вот здесь, через четвертое измерение, тогда в моей жизни все изменилось. Когда я понял, что нужно быть жертвенным человеком, и это строит твою веру, когда я понял, что нужно видеть себя процветающим, и Слово Божье вошло в меня. И вы знаете, тогда все изменилось. Кто из вас, вы желаете, чтобы в вашей жизни были реальные перемены? Да будет так. Да будет так. Вы должны знать эти секреты. И секрет заключается в том, что ты целый месяц ты пребываешь в Слове. когда люди приходят на колледж, и они пропускают уроки. Видели, да, таких людей? Относятся пренебрежительно, ничего не получится. Знаете, что я делал, чтобы изменить свой дух? Я вам говорю это все прямо, и кому-то я знаю, точно говорю это. Я ставил, к примеру, диск с проповедью. Я слушал этот диск один раз, два раза, три раза, четыре раза, пять раз, шесть раз, сто пятьдесят раз, двести раз. Друзья, некоторые диски я прослушал тысячи раз, потому что я слушал их по десять лет. И потом приходил момент, я вам рассказываю не сказки, я вам рассказываю серьезные вещи. Приходил момент, когда я в этом молитвенном состоянии слушал этот диск, и Слово Божье, оно как будто бы вдруг соединялось со мной, с моим духом, не разумом, а духом. И я реально ощущал, что это уже во мне, и оно меняло меня. Почему на колледже с людьми происходят чудеса? Многие служители поднимаются, они даже не понимают сами, потому что когда ты приходишь к Слову Божьему, и слушаешь его целый месяц, Слово Божье, слушайте внимательно, разбивает твердыни проклятия в твоем разуме и в твоем духе. И Слово Божье входит, как живая вода, и оживляет тебя для новой жизни. Если у тебя нет этого времени в жизни, если ты себя не отделяешь, значит ты себя обрекаешь на то, чтобы всю свою жизнь прожить на вот этом уровне. Я вам просто рассказываю. Вот был саммит, пастырский саммит. И я приглашал всех, и бизнесменов приглашал, и тех, и всех. И я, знаете, вот удивлен был, что с некоторыми даже бизнесменами, вот я разговаривал неоднократно, и мы молились о том, чтобы их уровень поднимался, о том, чтобы им зарабатывать десятки миллионов долларов и так далее. И потом я смотрю, что их на саммите нет. И знаете, что я подумал? Они даже не понимают элементарных принципов, что только Слово Божье может войти в тебя и сделать тебя миллионером. Только Слово Божье может сделать так, что ты станешь пастором тысячной церкви. только Слово Божье может войти в тебя и ты получишь исцеление. Новую жизнь. Вы меня сейчас понимаете или нет? Мне просто хочется сегодня вам что-то донести. Смотрите, что сам Бог говорит. Что говорится 66 глава Исаии. И здесь говорится второй стих, вторая половина. А вот на кого я презрю, Бог говорит. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Вы слышите? И трепещущего пред словом. То есть когда ты начинаешь Слово Божье так ценить, что ты ценишь его больше всего на свете, тогда это слово начинает звучать, 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 звучать и оно проходит через твой разум, входит в твой дух и оно полностью меняет все. И если тебе говорили, что ты глупый, то послушай, ты реально можешь наблюдать в жизни, это может быть даже родовым, наследственным, что ты принимаешь неправильные решения, что ты делаешь какие-то вещи, в которых ты потом после этого только обнаруживаешь, зачем я так сказал, зачем я это сделал. Скажите откровенно, вы такое видели или ну зачем, ведь можно было по-другому. И ты видишь все время уже после того, как ты что-то сделал. И вот я вам говорю, что все можно изменить, но вы должны знать, что изменить это можно только Словом Божьим. Словом Божьим сотворены небо и земля. Словом Божьим сотворен весь мир. Писание говорит, посмотрите, вы просто, если откроете духовные глаза, вы будете удивлены, что говорит Библия. Потому что Библия это ответ, это Слово. И смотрите, Евангелие от Иоанна, первая глава, первый стих, в начале было что? Слово. И вы должны понять, что в начале было Слово. И ты не можешь это изменить, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь, она взорвалась благословением, просто взорвалась, ты должен начать разбираться. Дилетанты всегда будут прокляты, запомните, дилетанты, поверхностные люди, это как мусор этого мира, извините за откровенность, из-за них Чернобыль взорвался, из-за них Титаник утонул, из-за них все зло, которое только есть на земле. Дилетантов никто не ценит, кто из вас идет в больницу и говорит, пожалуйста, дайте мне зубного врача, какого? дайте мне дилетанта, дайте мне самого ненормального, самого вообще поверхностного. Зачем? Я хочу, чтобы он мне сделал зубы. Вы такое хоть раз видели или нет? Когда вы садитесь в такси, скажите, где тут самый плохой водитель, самый такой дилетант, я хочу с ним ехать. Никто так не говорит. Вы же не делайте так, потому что запомните, дилетантам им принадлежит проклятие, всем людям, которые профессионалы, им принадлежит благословение. Ты должен быть профессионалом, не просто в том, чтобы в зубах ковыряться, нет, ты должен быть профессионалом в том, чтобы разбираться в жизни. Ты меня слышишь или нет? И когда ты понимаешь, что твою жизнь может изменить только Божье Слово, это я понял когда-то. спросите у Виктории, она сейчас слушает, у моих детей они здесь, спросите у них, целыми днями с утра до вечера у меня работал диск, я слушал годами. И это слово входило в меня. И люди задают вопрос, ой, да нет, это у вас наверное церковь растет, потому что и начинают причины рассказывать. Ой, слушайте, дорогие мои, Бог когда приходит, тогда что-то меняется. Если Бог не придет, ничего не поменяется. Нет, анатомию изучать там, психологию изучать, это все тебе не поможет. Люди знают, как устроен человек, люди знают там психе, душа. Послушай, я тебе прямо говорю, слово Божье, если оно войдет в тебя, будешь крутым. Все меня слышат, или нет? Слово Божье входит в тебя, и слово Божье это истина. И Писание говорит, и познайте истину, и истина освободит вас. И познайте истину. Познание, друзья, это слово, этот термин применяется к сексуальным отношениям. Вообще, чтобы вы поняли, познание, слияние, написано, познал Адам Еву. То есть у них произошел контакт и родился написано Авель. И вот точно так с Богом ты должен познать, слово Божье должно войти в тебя, и тогда только будет плод в твоей жизни. Плод того, что в тебя входит слово Божье, дорогие, я вам рассказываю, что это? Это крепчайшее здоровье. Ты меня слышишь или нет? Это крепчайшее здоровье. это счастливая жизнь. Это наполненная радостью душа. Это счастливая твоя семья. Ты меня слышишь? Это деньги, которых тебе не хватает, чтобы их было в избытке, для того, чтобы помочь другим. Кто этого хочет, а? Друзья, вы должны знать, что только через слово Божье. Поэтому я знаю, я точно вам говорю, что когда я прихожу к Богу, для меня очень важно это понимать. Я прихожу на колледж, и я говорю всем поверхностным людям, идите куда хотите вообще. Бог вас не ждет. Если вы не хотите изучать его слово, не думайте, что Бог будет вам, он вам очень рад. Бог рад тем людям, написано 66 глава, которые сокрушены, смирены и трепещут, скажи громко перед словом. Говорится, вот на кого я обращу внимание. Это говорит Бог. Поэтому не думайте, что просто так придет время, друзья, вы может что-то поймете, но это уже не поможет вам. Всему свое время под солнцем. Так говорил Слово Божье, так говорит Соломон. Итак, колледж Ромоисея, его нельзя пропустить. И мы говорим первое, потому что это десятина. Второе, потому что это изменяет наше подсознание, полностью меняет программу нашей жизни, полностью меняет маршрут нашей жизни. Третье, потому что это будет раскрытие дьявольских планов. И многие люди именно на колледже переживают момент, когда вдруг они начинают понимать, что сатана их где-то держал, контролировал. Многие люди, вы знаете, после того, как они слушали некоторые уроки, они потом подходили и ко мне, и к другим и говорили, послушай, я не знал, что со мной было, но теперь я точно знаю, что мне нужно подойти к человеку и попросить прощения у него, потому что когда-то я у него взял деньги и не отдал. И именно эта проблема кто-то обидел. И разные планы дьявола на твою жизнь, они должны быть раскрыты. Мы должны разрушить все планы сатаны. Кто-то аминь скажет на это? И чтобы их разрушить, нужно их понимать. Нужно их понимать. Может быть, дьявол сегодня целится на твою семью, а ты в игрушечки играешь, а он целится, чтобы развести тебя с женой. А ты там что-то строишь из себя и думаешь, что ты умный. Тебе нужно идти на колледж, и на колледже Дух Святой тебе откроет планы сатаны, и тогда только твоя семья останется. Может быть, дьявол имеет планы на здоровье твоего ребенка, а ты этого даже не знаешь. Вы знаете, все люди, которые в Божьем слое, они раскрывают планы дьявола и уничтожают их. Следующее. Почему нельзя пропустить этот колледж? Потому что это познание Божьих планов на вашу жизнь. Я вспоминаю свидетельство одного служителя. Он приехал на колледж просто потому, что ему кто-то отрекламировал колледж, там рассказал, что там интересное, он поехал. На колледже он реально пережил Божье призвание и стал пастором. И когда он открыл церковь, представляете, у него такое благословение там было на церкви. Реально Дух Святой двинулся сразу. У него чудесное служение. И он уже епископ. Вдумайтесь. Почему? Потому что если ты не знаешь планов Божьих на свою жизнь, то что будет, как ты думаешь, дьявол украдет у тебя годы. Аллилуйя. Помоги нам Боже. Дай Богу славу. Сейчас мы должны что-то еще прочитать. Что такое колледж? Колледж, запиши, это большой ужин, который делает Бог для нас. Колледж это большой ужин. Луки 14 глава 16 стих. Он же сказал ему, Иисус, он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее, прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять парвалов, и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И возвратившись, раб тут, донес осем господину своему. Тогда разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом Мои. Посмотрите, Писание говорит, что Он сделал ужин, и люди начали, которые были приглашены, они начали как бы извиняться, говоря о своих делах. И вот 24 стих следующий, Он говорит о том, что для нас всех должно быть очень важным сейчас. Иисус говорит, ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. И вот есть люди званные, а есть избранные. Вот я хочу быть избранным, а ты? Только избранным. И знаете что? Иисус сказал, что быть званым или избранным, это решаем мы, это решаешь ты, скажи, это решаю я. Есть люди, которые лишились своего избрания сами. И это серьезная проблема, потому что на самом деле, друзья, нельзя ни в коем случае отказываться от того, что тебе предлагает Бог. Потому что Он говорит, пойди позови других, и пусть дом мой наполнится. И Он говорит, все, сделано. Говорит, но те люди, они уже не вкусят моего ужина. Теперь послушайте мою мысль. Знаете, вот я скажу вам такую вещь, о чем я думаю, что вот в жизни так бывает, что люди, они где-то отказывают Богу в чем-то. И когда они отказывают Богу, то потом с ними происходит то, что Бог их больше не приглашает. И здесь говорится, что они уже не вкусят. То есть все, для них дверь закрыта. Я хочу вам сказать такую вещь. Самый главный принцип нашей жизни. Нам нужно всегда знать одно, если Бог что-то от нас хочет, мы не можем сказать ему нет. Если Бог хочет, чтобы ты может быть сейчас был здесь и внимательно слушал, не отказывай ему. Если Бог хочет, чтобы ты молился, не отказывай ему. Если Он тебя разбудит ночью, не отказывай ему. Если Он захочет, чтобы ты пожертвовал какую-то вещь, деньги, часы свои, не отказывай ему. Если Он захочет, чтобы ты шел на колледж или вообще миссионером поехал в другую страну. Не отказывай ему. И ты увидишь, ты будешь избранным. И Бог всегда с тобой будет иметь дело. Но люди, которые отказывают Богу, очень часто потом они уже не слышат Его призыва. Итак, дорогие, я хочу вам сказать, что пришло время нам с вами помолиться сейчас о том, чтобы каждому из нас в этом году обязательно сделать правильный выбор всем телезрителям. Естественно, дворец спорта, он имеет определенное количество людей. И в этом году, я просто понимаю это, кто-то может туда и не попасть. Потому что люди регистрируются, люди сегодня с большой жаждой стремятся к этому. Но мне хочется, чтобы дорогие, признаюсь вам откровенно, мне хочется, чтобы в Киеве люди в первую очередь ревновали об этом. В Днепропетровске, в Москве, Екатеринбурге, в Германии. Дорогие друзья, в Германии вы должны сегодня сделать все. Потому что именно колледж это место, где вы зажигаетесь огнем и несете его в свою страну. Эстония, Таллинн, подумайте сейчас, насколько важно для вас быть на колледже. И я говорю вам всем, Молдова, слушайте своего пастора. Я говорю всем людям, вам нужно ехать на колледж гора Моисея. Дорогие, подумайте, насколько это важно. Белоруссия, вам нужно подумать сегодня. Потому что пробуждение должно прийти через вас. И вы сегодня должны быть избранными. Вы не должны быть теми, с кем Бог не хочет иметь дело. Ты тот человек, которого Бог призывает на свою гору и говорит, зайди ко мне на гору и будь там. И я отдам тебе скрижали. Дорогие друзья, вам нужно сегодня, нужно сегодня задуматься. Латвия, подумайте, дорогие, латыши, вам нужно приехать. Сегодня ваше время. Сегодня ваше время. Поймите, Бог для вас открыл дверь. Вы те званные, которые должны стать избранными. Бог зовет вас, но вы должны стать избранными. Мне хочется сказать каждому киевлянину, сегодня, который смотрит нас в прямом эфире, пожертвуй своим отпуском, пожертвуй своей работой, пожертвуй чем угодно, но отдели себя для Бога. И в этом году прийди на гору и все уроки будут там, чтобы слово Божье, которое есть начало всего, вошло в твой дух. И я говорю, дорогие киевляне, вы должны меня услышать. Бог, Он строит мега церковь. Он хочет повлиять, чтобы вся наша страна изменилась, чтобы дух пробуждения захватил Украину, чтобы дух пробуждения через Украину двинулся на все СНГ, чтобы дух пробуждения двинулся в Европу. И вы сегодня те люди, которых Бог призывает, подумайте об этом. Пришло ваше время. И обращаюсь ко всем, кто в этом зале. Если ты сегодня поверхностный, запомни, поверхностным принадлежит проклятие. всем профессионалам, глубоким людям, которые вникают, принадлежит благословение. Вы меня все слышите или нет? Дорогие, это правда, которую вы должны слышать. Все поверхностные люди обречены жить в постоянных неудачах, потому что они никому не нужны. И дьявол их использует, и в церкви, и где угодно. профессионалами пользуется Бог. Я хочу, чтобы ты был профессионалом. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ